Всем привет. В данном видео поговорим о Visual C++, где его можно скачать и как установить, а также рассмотрим ошибки, с которыми вы столкнетесь в случае отсутствия на компьютере пакета нужной версии. Microsoft Visual C++ – это один из тех пакетов, без которых на вашем компьютере не запустится большинство игр, а также некоторые программы. Он содержит библиотеки, которые позволяют запуститься программам, в разработке которых была использована среда Microsoft Visual C++. О том, почему не запускается или не устанавливается программа на Windows и что можно с этим сделать, мы уже рассматривали в одном из роликов. Ссылка на него есть в описании. Современное ПО, как правило, загружает необходимые файлы во время установки. Но в работе пакета Microsoft Visual C++ могут случаться сбои, вызванные установкой пиратского ПО или активностью вредоносных программ. В таком случае необходимо скачать Microsoft Visual C++ с официального сайта. Пакеты Microsoft Visual C++ можно скачать из других ресурсов, но делать это я не рекомендую. О том, как удалить вирус из компьютера или ноутбука, мы также рассматривали в предыдущих роликах. Ссылка на один из них в описании. Чтобы установить Microsoft Visual C++ необходимо определиться с версией пакета и скачать дистрибутивы. На данный момент самыми распространенными считаются версии 2012 и 2015 года. Но имейте в виду, что для более новых приложений со временем может потребоваться более новая версия. Итак, откройте браузер и введите в поисковике Visual C++ 2015 или любую другую версию, скачать которую вам необходимо. Найдите ссылку на страницу распространяемого пакета Visual C++ сайта Microsoft. Перейдите на неё. Здесь можно увидеть сведения о пакете. Требования к системе. И инструкции по установке. Кстати, обратите внимание на раздел требования к системе. Совместима ли версия вашей операционной системы с версией скачиваемого пакета? Стоит учесть, что ранние версии Windows 7 и Windows XP не поддерживают Microsoft Visual C++ 2012 и выше. Далее нажимаем кнопку Скачать. И выбираем нужную загрузку. А именно пакет для 64-разрядной или 32-разрядной версии системы. Далее. После того, как пакет скачается, чтобы начать установку, кликните дважды на загруженном .exe файле. Установите Visual C++, следуя указаниям установщика. Перезагрузите компьютер после завершения установки, чтобы внесённые в систему изменения вступили в силу. Перейдите в программы и компоненты и убедитесь, что пакет установлен. Любую другую версию распространяемого пакета Microsoft Visual C++ можно скачать и установить таким же способом. Ссылки на страницы для скачивания всех версий Visual C++ есть в описании. Иногда, открыв программы и компоненты, на вашем ПК вы можете обнаружить много уже установленных версий Microsoft Visual C++. Не спешите удалять их. Пользователи часто задают вопрос, нужны ли на компьютере все версии библиотек Microsoft Visual C++ или почему они не обновляются до последней, удаляя все предыдущие? Отвечу, что удалять их не стоит. Особенно, если вы не хотите сталкиваться с проблемой невозможности запуска одной из ранее установленных игр или программ после удаления старой версии Visual C++. Если вы видите подобную картину в списке установленных программ, то лучшим решением будет просто пролистать этот список и не трогать его. Не спешите удалять и 32-разрядные версии пакетов с пометкой x86, даже если пользуетесь 64-разрядной Windows x64. Их также могут использовать установленные программы и игры. И последнее. Если при запуске программы или игры появляется ошибка, запуск программы невозможен, т.к. на компьютере отсутствует VCRuntime140.dll. Попробуйте переустановить программу. То это означает, что у вас нет нужной установленной версии Microsoft Visual C++, которая нужна для работы программы или игры, которую вы запускаете. Решением будет установка нужной версии пакета Microsoft Visual C++. Причём для каждой версии распространяемых пакетов будет появляться свой набор ошибок. • Отсутствует VCRuntime140.dll. Нужно установить Microsoft Visual C++ 2015. • Отсутствует MSVCR120.dll. • Отсутствует MSVCR110.dll или MSVCR110.dll. Нужно установить Microsoft Visual C++ 2012. • Отсутствует MSVCR100.dll или MSVCR100.dll. • Установить Microsoft Visual C++ 2010. • Отсутствует MSVCR90.dll или MSVCR90.dll. Нужно установить Microsoft Visual C++ 2008. • Отсутствует MSVCR80.dll или MSVCR80.dll. Нужно установить Microsoft Visual C++ 2005. • Установить Microsoft Visual C++ в нужной версии, необходимо описанным в данном видео способом. На этом всё. Если данное видео было полезным для вас – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!